Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре у нас невероятно красивый, полезный и просто интересный мод Mana and Artifice. И поверьте, то что я говорил однажды в видео про Forbidden and Arcanum, то что в нем куча всего полезного, куча контента, все это брехня по сравнению с этим модом, потому что здесь этого контента в десятки раз больше, если даже не в сотни. На самом деле, сегодняшнее видео можно считать просто превьюшкой к полному обзору этого мода, потому что мод настолько огромный, что в один видос его просто не поместить. И сегодня мы посмотрим просто основы этого мода, а уже все его классификации, все разделы будут в будущем в двух больших подробных видео. Ну и сейчас давайте сразу же начинать. Ну и по традиции начнем с того, что добавляется в генерации. А в генерации в мире добавляется очень многое. Например, в самых обычных деревнях вам теперь будут встречаться новые домики. Например, дом ритуалиста. Ну и естественно сам ритуалист. Дом у него конечно скромненький, еще и без крыши, не знаю как он даже здесь живет, но суть не в этом. У него в доме и вообще в остальных домах будут встречаться сундуки, генерируемые. В них то и лежит то, что нам необходимо для начала. Пока спойлерить не буду, пройдем дальше. Также у нас добавляется дом заклинателя. Он, как я понял, есть в каждой деревне, как и сам заклинатель. У него то и можно купить книжку, кодекс мага, с которого все и начинается. В этом кодексе описано буквально все, что нужно знать об этом моде. Он русифицирован. Правда не весь еще пока, но по большей части, а то что не русифицировано, в принципе, даже с минимальным знанием английского, можно попытаться понять. Когда вы все-таки добыли кодекс, неважно каким способом, нашли в одной из генераций или купили у волшебника, у заклинателя, или нашли даже в других местах, потому что генерация добавляется на самом деле намного больше, добавляются новые крепости, добавляются новые данжи и добавляются даже лесные места силы. Но давайте начнем. Когда вы получаете кодекс мага, вам необходимо просто нажать по нему правой кнопкой мыши. И день сменится на ночь. И в чате появится надпись о том, что вы решили почитать эту книжку и полностью пропитались силой. А в верхнем левом углу экрана, как можете заметить, появляется полоса маны. Открываем кодекс и действительно понимаем, что все, что в нем есть, это, в принципе, вся информация об этом моде. Здесь есть куча вкладочек, в каждой из которых описана отдельная часть этого мода. Но, как я и сказал, сегодня мы начнем просто с основ. И первое, что здесь описывается, это как раз жители, которые появляются теперь у нас в нашем мире. Это ритуалисты, это ткачиманы, это обычные заклинатели и так далее. Полезней всего здесь, наверное, для начала это инструкция к кодексу, которую я расскажу, конечно, просто так. Чтобы перелистывать его, у нас есть просто вот такая кнопочка, как бы загнутая страничка. Если она есть, значит вы должны понять, что следующая страница существует, то есть вы можете перелистнуть. Дальше, здесь у нас есть поиск по кодексу, вы просто можете открыть нужный вам раздел и найти то, что вас интересует. Стрелка влево просто изменяет некоторые настройки интерфейса, то есть как вы можете выключать его или переходить от одного раздела к другому, не суть важно. 4 стрелки в разные стороны настраивают позицию нашей маны, то есть мы можем ее подкликать и посмотреть, где нам интереснее, чтобы она была. Ну, я, пожалуй, оставлю стандартный вариант, он, наверное, самый удобный. Дальше, размер закрепленного рецепта. К этому вернемся чуть позже, чтобы я мог показать, что это вообще такое. И всегда показывать интерфейс. Это как раз настраивается, когда будет появляться наша мана и когда не будет. Всегда показывать, она у нас есть всегда. Когда нажимаем один раз, она будет показываться только тогда, когда мы должны потратить эту ману. И если мы нажмем еще раз, то нам вообще никогда она не будет показываться, но это, наверное, не самая удобная часть. Но это еще не все по генерации. Кроме строений и новых жителей у нас добавляются также и руда. Первая это, и единственная, в принципе, это руда винтиума. Зачем она нам нужна? Да, она нужна здесь вообще для всего. Но добыв ее, вы получаете обычную пыль. То есть это даже не слитки, просто пыль. Но не старайтесь сразу всю пыль переделать в слитки. Потому что сама она тоже очень необходима. Но чтобы переделать ее в слитки, вам надо просто использовать ее с кусочком железа. Но и это не конец, потому что покрытое винтиумом железо не используется почти нигде. Сначала его необходимо переплавить в винтиумный слиток. И вот его уже вы можете использовать, где вам понадобится для торговли или для создания предметов. Далее у нас идут цветы. Пять новых видов цветов, которые появляются у нас в самом обычном мире. Проще подсчитать о них в кодексе. Потому что здесь описано буквально все. От того, где они спавнятся, до того, зачем они используются. Так что рассказывать еще подробнее о них не вижу смысла. Кроме всего прочего, в наших деревнях теперь в домах новых жителей генерируются, естественно, и новые тейблы. Для начала это рунная печь, которая появляется у заклинателя. Нужна она для некоторых новых крафтов. Например, чтобы получить костную пыль, мы просто берем кости, где они у нас тут валяются, и кладем на переплавку. Максимум можно положить до 16 штук. Но тогда и скорость плавки будет увеличиваться с количеством этих самых костей и других предметов. Подождав, мы получаем как раз 4 костного пепла. Также у нас появляется как раз у нашего ритуалиста стол для написания рун. Пока что им мы тоже пользоваться не будем. Все будет в дальнейших видео. И алтарь моноплетения. Он появляется тоже у нового жителя, который я постараюсь вставить здесь в видео. И с ним, со всеми, в принципе, этими жителями, можно торговаться, чтобы получать руны, свитки и некоторые еще плюшки. Пожалуй, одна из самых нужных вещей поначалу, это, конечно, окулус. Потому что именно с помощью окулуса вы будете повышать свой уровень. Повышением уровня у вас будет открываться все больше, больше и больше новых навыков. У вас будет становиться больше маны и больше возможностей, в принципе. От просто новых заклинаний до выбора фракций. О них тоже сейчас поговорим. Но как же повышать этот уровень? Поставив окулус, кстати, крафт его вы видите сейчас на экране. Черное стекло, пыль как раз. А, стекло, кстати, любое, не черное. Пыль вентиума и просто два железных слитка. Выполняя все эти задания, например, написать узор маны, применить заклинания, сделать письменный стол и так далее, вы будете повышать свой уровень. Даже нет необходимости выполнять абсолютно все задания. Здесь, например, чтобы апнуть уровень до второго, необходимо выполнить только 10 из 12. Вот, например, достигнуть 15 уровня магии, это уже нормальная такая проблема, поэтому его можно просто пропустить и выполнить другие задания. Также здесь есть разделы, как и в нашем кодексе. Например, это родство с фракциями. Фракции это, можно сказать, просто классы, то есть за кого вы пойдете сражаться. Первая фракция это демоны. С ними вы получите своих собственных бесов. Вы будете более сильны в заклинаниях атаки и огня, но другие фракции будут к вам агрессивны. И их мобы, соответственно, тоже. Фракции дают не только своих мобов, но и свои заклинания и свои артефакты. Но не думайте, что вы не сможете использовать артефакты из других фракций. Это становится, конечно, сложнее и поменять фракцию потом нет возможности, но вы сможете использовать другие артефакты. Однако, эти другие артефакты от других фракций будут стоить вам очень дорогого, потому что фракции враждебные к вам пошлют к вам своего убийцу, если вы используете их артефакт. И эти убийцы не какие-то обычные мобы, а намного более сильные, чем обычные маги, волшебники и так далее. Потому что их сила растет с каждым их поражением. То есть если они придут к вам, не смогут вас убить, они станут сильнее и придут еще позже и уж поверьте накостыляют вам. Но если бы они все-таки вас смогут убить, то бои снова станут полегче. То есть вы, конечно, проиграете им, умрете, но зато будет легче драться в будущем. Но помимо демонической фракции есть еще несколько. Например, это феи, скрытые феи. С помощью этой фракции вы сможете, например, больше лечиться, скрываться. То есть она такая более стелсовая фракция. Или, например, скрытые маги. Они больше специализируются на заклинаниях защиты и маноманипуляциях. Но об этом тоже уже будет в следующих видео. Колдовство. На этой странице открыты заклинания, которые вам доступны и до которых вам еще предстоит путь. Здесь же как раз и выделены, за какую фракцию, какое заклинание вы можете получить. И чем дальше, тем больше это разделение идет. Ритуалы. Здесь также написаны доступные вам ритуалы и недоступные. Они, слава богу, выполняются с помощью любой фракции, потому что это просто написание рун. Узоры моноплетения. Здесь показаны доступные вам узоры. Но чем дальше вы будете, естественно, прокачиваться, тем больше узоров, тем они сложнее будут становиться. Создание моноплетения. Здесь открываются вам новые крафты. От самых простых, например, теперь можно скрафтить бирку или кожу, даже седло, до чего-то более сложного. Например, артефакты, которые позволяют увеличить вам запас вашей маны. Рунописание. Само собой показывает, какие руны вы можете сейчас крафтить, а какие не можете. Но здесь почему-то они закрыты все. То есть для первого тира недоступно ни одной руны. И изготовление этих самых рун. Ну точно также с первого тира вы ничего не сможете делать, пока не откроете хоть что-нибудь. Конструкции. Вот это уже на самом деле очень классная тема, потому что добавляет она новых големов, которые будут выполнять какую-то работу за вас. И чем, естественно, выше тир, тем круче эти големы могут становиться. Зачарования. Здесь вы просто можете сразу выбирать, какие зачарования вы хотите повешать на свои предметы. Для дальнейшего прогресса вам также понадобятся химеритовые камни. Получить их не так просто, потому что поначалу они выпадают только из изумрудной руды, и то с небольшим шансом. И чтобы его получать, вам понадобится как минимум пятый уровень волшебства. Далее вы сможете получать их с помощью алмазов, но достигнув уже только десятого уровня волшебства. И последний вариант – это получать их из угля. И то только после двадцатого уровня вашего волшебства. Ну и даже просто в превью для настоящего обзора я не могу не показать ритуалы. Хотя бы самые простые. Чтобы их сделать, мы открываем наш кодекс и выбираем вкладку ритуалы. Выбираем нужный нам ритуал. Например, самый простой – это ритуал Авроры, который доступен вам с самого начала. Здесь будет описание нашего ритуала. То есть, наш ритуал Авроры просто делает день, если у вас стоит ночь. И справа вы можете посмотреть, как надо его выложить. Здесь есть кнопочка закрепления. И здесь вот слева у нас появляется как раз наш ритуал. Вот здесь-то нам и понадобится размер закрепленного рецепта. Здесь мы можем его менять до таких размеров, которые нам необходимы. Оставлю так. Чтобы нарисовать руны, нам понадобится магический мел. Крафт у него довольно простой – это кремень, бумага, костный пепел и пыль вентиума. Также нам понадобится здесь белая шерсть. И самое важное, что нам потребуется – это очищенная пыль вентиума. Чтобы скрафтить ее, нам понадобится магический пепел, любой из цветов найденных и пыль вентиума. С пылью и цветами все ясно, но магический пепел крафтится уже немного сложнее. Для этого надо на рунической печи пережарить магическую взвесь. И как же сделать ее? Здесь уже все проще. Нам понадобится опять один из этих цветов, пыль вентиума и костный пепел. И когда ночь все-таки наступила, с помощью магического мела нам необходимо нарисовать руны. У нас 3 на 3 и руны, если хорошо приглядеться, надо нарисовать здесь, здесь, здесь и по бокам тоже. И теперь как же понять, куда нам вообще надо положить нашу шерсть? Все просто, надо тыкнуть по середине ритуала очищенной пылью вентиума и нам отобразится, куда и какую вещь надо положить. Кладем нашу шерсть туда, куда нужно. Можно класть любую, если вы просто правой кнопкой нажмете на эти руны, они автоматически положат вашу шерсть. У меня креатив, поэтому кладется шерсть разного цвета, но у вас будет браться просто из инвентаря. И когда вы положили рецепт правильно, просто берем очищенную пыль вентиума и кликаем правой кнопкой мыши. Тут у нас появляется наш красивенький ритуал. Просто даже не знаю, что сказать. Это очень красиво. И когда ритуал заканчивается, да, небо перематывается вперед. И просто наступает день. Прекрасно. Шерсть, кстати, почему-то выпадает обратно. На самом деле, это, возможно, небольшая недоработка, потому что обычно все предметы из наших ритуалов должны забираться себе. И я думаю, последнее, на что пора посмотреть, это новые мобы. Во-первых, это Spellbreaker. Он будет сражаться со всеми ведьмами, монстрами и, в принципе, не фанат он тех, кто колдует. Но, на самом деле, обычных волшебников он будет защищать. Так же, как и Охотник на ведьм. Он будет сражаться со всеми неугодными ему и является одним из убийц, как раз таки, которых могут посылать за вами. Грибной воин. Является наемником фей. И будет сражаться, естественно, за фракцию фей, но если вы окажетесь против нее, то будет драться против вас. Окажетесь за фей, он будет сражаться за вас в любой битве. Сама фея. Ничего полезного, на самом деле, из нее не упадает, только самая обычная пыль винтиума. Бесы. Или огненные импы. Они будут сражаться за вас, если вы примкнете к фракции демонов. Призрачные фонари. На самом деле, их функцию пока что я не до конца понял. Они просто летают и светят своими фонарями. По крайней мере, меня даже в выживании они не атаковали. Огромный зомби. Ну, думаю, здесь и объяснять не надо. Это просто гигантский зомби, который, кстати, будет драться с остальными фракциями. И сами уже видите, он полетел драться с импом и призрачным фонарем. И последний это скелет ассасин. Он будет кидать вас своими катаями, если я правильно помню, как они называются. Хотя не факт. И будет тоже одним из убийц, который может прийти к вам или даже просто заспавниться в мире. Ну вот и все, друзья. На этом подходит к концу наш небольшой обзорчик. Даже, можно сказать, опять же, просто тизер того, что будет дальше. И если это видео хорошо соберет просмотров, то я не замедлю выложить новое видео, в котором расскажу уже про все намного-намного более подробно. Скорее всего, видео будет даже два. И не знаю, уложусь ли я хотя бы в полчаса хоть в одном из них. И самое главное, что я забыл сказать. Этот мод является официальным продолжением, можно сказать, наследником Арс Мэджики 2. Поэтому разработчики уж точно постарались на славу, поверьте. И все это вы увидите дальше. Ну и всем до скорых встреч, всем удачи и пока.